Девчонки, всем привет и добро пожаловать на мой канал! И сегодня второе видео с новогодним макияжем. Сегодня будем делать вот такие вот шикарные smokey eyes с блесточками. Как мне кажется, выглядит супер нарядно и без внимания вы точно не останетесь. И, конечно же, два варианта, как оформить губы. Это более яркие, которые сейчас на мне. Я люблю очень сильно красную помаду, потому все-таки осталось с ней. И более нюдовые губы, которые тоже отлично подойдут под этот макияж. Ну что, поехали! В качестве базы я сегодня использую кремовые тени от Maybelline Color Tattoo в 91 оттенке. Мне нравится их цвет, они хорошо перекрывают века и на них достаточно неплохо тушуются тени. Далее, как всегда, по стандартной моей схеме, да и в принципе, мне кажется, схеме любого макияжа, я наношу такой цвет кожи, немножко теплее, такой песочный цвет, для того, чтобы на нем в дальнейшем наносить более интенсивные оттенки, и они хорошо тушевались, и был такой плавный переход. Вот. Затем я беру карамельный оттенок, тоже тушую на складке века, создавая еще более темный градиент. И самый главный цвет сегодняшнего нашего перехода, цвета складочки века, это вот я смешала три оттенка, потому что нужного у меня не было. Такой сливовый, розово-сливовый оттенок. Он очень хорошо оттеняет черный цвет, и мне кажется, очень гармонично смотрится именно с черными, с макияй. Очень красиво это все и гармонично смотрится. Высветляем подбровное пространство, тоже хорошенечко все это растушевываю. И теперь в качестве именно базы черной я наношу гелевую подводку Maybelline. Девчонки, не используйте этот способ, потому что я очень сильно намучилась. Подводку я хоть и разбавляла дюралайном, но она достаточно быстро засыхала, и ее безумно тяжело как-то, если у вас что-то не получилось поправить, конечно, можно ватной палочке с маслечком, но очень тяжело это все растушевывается именно на границе, там, где должен быть мягкий переход у нас, на границе с складочкой века. Потому используйте какой-то, не знаю, каялк, карандаш мягкий, чтобы вам было удобнее это все делать и не создавало такого дискомфорта. И как сейчас вы можете увидеть, я буду тушевать, тушевать и тушевать эту границу. Я обрезала, конечно, маленький кусочек, чтобы вы увидели, но это было достаточно долго и трудоемкий процесс, потому, да, возьмите какой-то продукт, с которым легче работать. Я наношу дюралайн, и затем наношу мелкодисперсные блестки полностью на все подвижное веко. Девчонки, я немножко увлеклась, так как тяжело мне было клеить ресницы. Первый раз было, и, как видите, клей еще не полностью высох. Можете видеть белые там такие просветы, но в конечном результате этого видно не будет. Я забыла вам показать, как я оформляю нижнее веко. Я его так же само, в принципе, оформила, подвела черной подводкой от Maybelline слизистую. Немножко прошлась черными тенями по нижнему росту ресниц, и это все оттенило сливовым оттенком. В качестве тона сегодня буду использовать тональную основу от L'Oreal Infallible. Это не та основа Infallible. Матовая 24 часа, это для более сухой кожи, с более плотным покрытием. Ее я не использую в жизни вообще, потому что на лице она смотрится некрасиво именно у меня. Но на видео, как вы можете видеть, в принципе, она достаточно хорошо работает и дает красивый оттенок. Высветляем сегодня более интенсивно те зоны, которые нам нужны для того, чтобы создать идеальное фарфоровое лицо. Плоской кистью я это аккуратненько все растушевываю. Девчонки, на видео я сделала еще одну ошибку. Как-то у меня с этим видео было достаточно большое количество проблем. Красьте нижнюю, именно нижнюю часть глаза после того, как вы будете наносить консилер и тональную основу. По той причине, что когда вы будете растушевывать, границы могут стать слишком четкими. И вот вы можете увидеть в последующем моем действии, как я буду кисточкой это слегка все подтушевывать, для того, чтобы смотрелось это более-менее дымкой такой, что ли, чтобы не было никаких четких линий. Потому да, наносите это все как-то после того, как нанесете консилер. Закрепляю это все хорошенечко пудрой Афенимат от Maybelline. Бронзер от Beauty UK матовый в оттенке Dark. Румяшки от Gorge. И мой любимый хайлайтер, как всегда, конечно же, Мэри Лу. Наносим его по тоже стандартной схеме. В этом макияже он будет как нельзя кстати. Белые нюдовые губы. Конечно же, мой любимый карандаш от Париза, от которого вы миллион раз слышали. В 208 оттенке. Когда красила губы на видео, обнаружила, что у меня остался совсем малюсенький кусочек, и нужно бежать за новым в магазин, потому нужно прикупить себе еще, не знаю, 10 штучек, чтобы лежали про запас, потому что бюджетная очень штука. Ну вот и все, образ с нюдовыми губами у нас закончен. Как видите, тоже очень все гармонично и красиво смотрится, просто более нежно. Ну и, конечно же, это я. Я не могла обойтись без красной помады. Тем более, многие из вас просили сделать макияж именно с красной помадой. К сожалению, в видео она не передается таким оттенком, как хотелось бы, но в конце видео будет ролик, где я буду с вами прощаться, где она передается именно тем натуральным оттенком, которым она смотрится в жизни. Ну, я думаю, вы все знаете Нуба Милибачи номер 7, как она смотрится и какая она обалденная. Ну вот, девчонки, наш финальный образ готов. Ну что, девчонки, вот как видите, вот такой вот макияж у нас получился. Что с красными, что с нюдовыми губами смотрится, это одинаково шикарно. Если вам понравился макияж, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем море улыбок. Пока-пока!